Добрый день, уважаемые коллеги! Этиология острых кишечных инфекций многообразна и включает в себя патогены бактериальной, вирусной и паразитарной природы. В данном докладе остановимся только на роли вирусов, и в частности норовирусов, патологической структуре острых кишечных инфекций у детей. Напомню, что способность норовирусов поражать человека была установлена при изучении вспышки острого гастроэнтеритом, произошедшей в октябре 1968 года в одной из школ города Нарвулк, штат Агайя, США. Заболело около половины учеников и учителей школы и почти треть людей, контактировавших с заболевшими в семьях. На первом этапе лабораторного изучения данной вспышки охарактеризовать теологический агент не удалось, однако инфекционная природа заболевания была подтверждена путем заражения волонтеров а бактериальным фильтратом кишечного содержимого вольного. Впоследствии в 1972 году Копикиан с авторами при исследовании фекальных образцов от волонтеров методом иммуноэлектронной микроскопии обнаружили мелкие вирусные частицы, образующие агрегаты при инкубации сывороткой реконволесцентов, выздоровевших после экспериментального заражения. Вирус был назван агентом Норвок, это был первый визуально идентифицированный вирус, идеологически связанный с гастроэнтеритом. Затем, после открытия в 1973 году ротовируса, норовирусы в течение двух десятилетий почти не изучались и привлекли внимание исследователей только в середине 90-х годов прошлого века, когда по всему миру стали возникать многочисленные вспышки в учебных и лечебных учреждениях, на круизных теплоходах, в воинских частях. В современной таксиномии вирусы человека отнесены к роду Норвирус, семейство Калициверидо, отряда Пикорна Виралис. Всего в семейство Калициверидо входит 11 родов вирусов, содержащих адмонитевую РНК позитивной полярности. Для человека патогены норовирусы, саповирусы и некоторые представители рековирусов. В настоящее время установлено, что норовирусы являются причиной от 60 до 90% вспышек острых кишечных инфекций среди населения всех возрастных групп. Вызывают до 48% спорадических случаев АКИ среди детей. И в тех странах, где проводятся вакцинации против ротовирусной инфекции, вышли на первое место в этилогической структуре АКИ. Также являются частой причиной инфекции, связанных с оказанием медицинской помощи. В мире ежегодно норовирусы вызывают около 700 миллионов заболеваний и в среднем 200 тысяч летальных исходов, в основном в развивающихся странах. Ежегодный экономический ущерб от норовирусной инфекции оценивается в 60 миллиардов долларов. В Российской Федерации с момента введения регистрации норовирусной инфекции и до 2019 года наблюдался ежегодный рост показателя заболеваемости. В 2020 году произошло снижение заболеваемости в два раза в связи с пандемией COVID-19. В последующие годы наблюдался постепенный рост данного показателя. Что касается структуры очагов групповой заболеваемости с фекально-оральным механизмом передачи, то норовирусная инфекция ежегодно превалирует как по количеству очагов, так и по числу пострадавших. Наша лаборатория в течение многих лет проводит отологическую расшифровку ОКИ у детей, госпитализированных в отделении кишечных инфекций, детской инфекционной больницы номер 8 города Нижнего Новгорода. Начиная с 1982 года мы проводили диагностику ротовирусной инфекции методом электронной микроскопии, а позже методом электрофореза сегментированного генома ротовируса в полиакриламидном геле. В начале 2000-х годов начали выявление норовирусов и в течение ряда последующих лет изучали эти логическую структуру ОКИ при спорадической заболеваемости, идентифицируя с помощью лабораторных ПЦР-методов широкий спектр доказанных и потенциальных патологических агентов ОКИ. Приведу наши данные, опубликованные в 2010 году. В период с 2006 по 2010 год было обследовано на инфицированность 11 представленными в таблице вирусами более 3,5 тысяч пациентов. Вирусы были выявлены почти в 63% случаев. Норовирусы, почитать все обнаружения, находились на втором месте после ротовирусов, как в моно- так и в микс-инфекции. В дальнейшем мы сосредоточились на четырех основных возбудителях вирусных диарей. Это ротовирусы, норовирусы, астро- и аденовирусы. Наши наблюдения за 2006-2015 год, это более 10,5 тысяч обследованных больных, суммированы в публикации 2016 года в журнале «Медицинский алфавит», где представлена возрастная структура, сезонность, клинические проявления и заболевания, вызванного этими четырьмя вирусами. В последующие годы исследования были продолжены, и на данном слайде показана диаграмма, отражающая в динамике количество обследованных в каждом из 18 эпидемических лет. То есть в интервалах с июля текущего года по июнь следующего, включающих эпидсезоны вирусных диарей, подъем которых, как правило, приходится на осенний, зимний, весенний период. На данном слайде отмечен период пандемии новой коронавирусной инфекции, когда количество госпитализированных больных существенно возросло. В результате перенаправления в данный стационар больных из Нижегородской области, поскольку районные ЦРБ были перепрофилированы на прием больных с COVID-19. Методические подходы к теологической расшифровке вирусных ОКИ несколько менялись на протяжении периода наблюдения. Вначале это были лабораторные ПЦР-методы с использованием праймеров, специфических для каждого из четырех вирусов, и электрофоретической детекцией полученных результатов. Затем наборы реагентов производства центрального неэпидемиологии, также с электрофоретической детекцией. В дальнейшем наборы реагентов в формате мультипрайм с детекцией в режиме реального времени из сезона 2022-2023 года мы перешли на набор AmpliSense OK VeroScreen, выявляющий ротовирусы, норовирусы, астро- и аденовирусы группы F. Другие аденовирусы мы выявляем лабораторными методами. Всего за 2006-2024 год было обследовано около 24 тысяч больных. Вирусы выявлены почти в 51% случаев. Здесь данные представлены в динамике. Видно, что нам удалось расшифровать от 40 до 60% случаев АКИ. Норовирусы находятся на втором месте после ротовирусов, составляя от 4 до 16% моноинфекции и еще 3-5% микс инфекции с другими вирусами. На данном слайде показана частота выявления норовирусов в изучаемый период, независимо от того, в моно или в микс инфекции выявлен норовирус. Колебания данного показателя обусловлены в первую очередь процессами, происходящими внутри популяции норовозбудителя, которые находят свое отражение в генотиповой структуре норовирусной популяции. В связи с этим напомню структурно-молекулярную организацию норовирусов. Вирионы представляют собой безоболочные частицы диаметром 38-40 нанометров. Капсид вириона состоит из 180 молекул основного капсидного белка ВП1, объединенного в 90 димеров, и нескольких молекул минорного капсидного белка ВП2. ВП1 имеет доменную структуру, состоит из S-домена, образующего оболочку, и выступающего Пи-домена, несущего антигенные детерминаты и сайты связывания с клеточными рецепторами хозяина. Пи-домен состоит, в свою очередь, из Пи-1 и Пи-2 субдоменов. Геном представлен на нитевой РНК позитивной полярности, содержит три открытые рамки считывания. Первая кодирует неструктурные белки, в том числе РНК-зависимую РНК-полимеразу РДРП. Вторая рамка кодирует основной и третья минорные капсидные белки. В месте перекрывания рамок считывания, кодирующих структурные и неструктурные белки, находится горячая точка, в которой нередко происходят рекомбинации в геноме норовирусов. Современная классификация норовирусов основана на двойном генотипировании, то есть на определении типовой принадлежности двух участков РНК-генома. Участка кодирующего основной капсидный белок – это ВП1-типирование или G-типирование, которое позволяет выявить геногруппы, генотипы и варианты норовирусов. И участка кодирующего РНК-зависимую РНК-полимеразу или П-типирование, в результате которого дифференцируют П-группы и П-типы. В конце 2019 года группа исследователей, работающих в международном проекте НОРНЭП, была предложена обновленная классификация норовирусов, включающая в настоящее время 10 геногрупп, 48 генотипов, 8 П-групп и 65 типов. Для человека патогенные норовирусы 1, 2, 4, 8 и 9 геногрупп. Наиболее распространенной является геногруппа 2. На данном слайде представлены действующие в настоящее время в Российской Федерации нормативно-методические документы по норовирусной инфекции. В методических указаниях, в подготовке которых мы принимали в свое время участие, отмечено, что мониторинг циркуляции норовирусов проводят на основе выявления и генотипирования норовирусов в материалах от больных. Сама методология генотипирования норовирусов изложена в частности в разработанных нами в сотрудничестве с коллегами из Центрального неэпидемиологии методических рекомендациях, которые утверждены Роспотребнадзором. Методология основана на амплификации участка соединения гена полимераза и гена белка ВП1, секвенирование полученного фрагмента и анализе нуклеотидной последовательности. Для такого анализа используется несколько онлайн-сервисов. Во-первых, это BLAST, который является универсальным для поиска любых родственных последовательностей, в том числе и норовирусных. Во-вторых, система автоматического типирования норовирус-тайпинг-тул на сайте проекта Норанет в настоящее время, к сожалению, не работает без VPN. В-третьих, это система Human Calitsy Virus Typing Tool. В настоящее время она работает и доступна на сайте CD7. В-четвертых, хотелось бы представить онлайн-программу по оценке результатов секвенирования норовирусов Норанет Рус, разработанную коллегами из Ростовского противочемного института, которую мы успешно опробировали. Она находится в свободном доступе на сайте института. На данном слайде представлен спектр генотипов норовирусов, полученные нами при типировании 862 изолятов. который включает 13 генотипов с преобладанием в целом, как и во всем мире, в последние три десятилетия генотипа G24. Типирование по двум участкам генома позволило выявить целый ряд рекомбинантов. На данном слайде представлена динамика циркуляции норовирусов разных генотипов на территории Нижегородской области в ретроспективе за весь период наших наблюдений с 6 по 24 год в абсолютных значениях. А этот слайд отражает динамику циркуляции с учетом долевого вклада разных генотипов в каждом из 18 эпидсезонов. Здесь на генотиповую структуру наложена кривая частоты обнаружения норовирусов и обозначен генотип G24, который только в 3 из 18 эпидсезонов не составлял большинства атотипированных изолятов. При этом в популяции норовирусов генотипа G24 происходили внутренние эволюционные процессы. За период с 6 по 13 год на территории Нижнего Новгорода, так же как и во всем мире, произошла смена четырех эпидемических вариантов норовируса генотипа G24 при полном вытеснении предыдущего варианта последующим каждые 2-3 года. Напомню, что варианты генотипа G24 обозначают по месту и году выделение первого штамма, для которого в Генбанк депонирована последовательность полного гена ВП1. Первый подъем частоты обнаружения был связан со сменой доминирующего эпидемического варианта с ГААГа 2006 на Афилдорн 2008 и далее на Нью-Орлеан 2009, который через 3 года сменился на вариант Сидни-2012. В дальнейшем закономерность смены эпидемического варианта каждые 2-3 года была нарушена тем, что возникший в 2012 году вариант Сидни циркулирует в мире и на нашей территории уже более 10 лет. Он, в свою очередь, не однороден и присутствует в популяции в виде трех рекомбинантов с тремя различными типами полимераза со специфичностью Пи-31, Пи-4 и Пи-16. Причем появление варианта Сидни с полимеразой Пи-31 не повлияло на частоту обнаружения норовирусов и только возникновение рекомбинанта с новым вариантом полимераза Пи-16 вызвало активизацию циркуляции норовирусов. Таким образом, второй существенный подъем частоты обнаружения норовируса, который наблюдалось в 2016-2017 годах, был связан с распространением рекомбинанта Сидни-Пи-16. Однако немаловажную роль играет также периодическая активизация циркуляции норовирусов других генотипов. Так, в подъем 2009-2010 годов, кроме смены эпидемического варианта генотипа Ж2-4, существенный вклад внес генотип Ж2-12. В 2014-2015 годах некоторое увеличение частоты обнаружения норовирусов было связано с доминированием в данном сезоне генотипа Ж2-6. В 2016-2017 годах определенную роль сыграло появление генотипа Ж2-2 с той же, что у Ж2-4 полимераза Пи-16. В эпидсезон 2020-2021 годов, при повсеместном снижении выявляемости норовирусов, связанных как с проведением проявления эпидемических мероприятий, а так и с переключением лабораторных ресурсов на диагностику COVID-19, мы наблюдали существенный рост частоты обнаружения норовирусов. На наш взгляд, это было обусловлено выходом на лидирующие позиции генотипы Ж2-3-Пи-12. А в текущем сезоне, после спада показателей в двух предыдущих сезонах, мы фиксируем увеличение частоты обнаружения норовирусов и связываем это с появлением, причем сразу на доминирующих позициях, генотипы Ж2-7-Пи-7. В данный момент 63-типированных в этом сезоне изолятов, он составляет более 40%. В Нижнем Новгороде ранее мы его обнаруживали только в единичных случаях в 2006, 2011, 2014 и 2019 годах. В базе данных Генбанк, его в настоящее время тоже немного, около 120 последовательностей норовирусов, выявленных в 21 стране мира в период с 1994 по 2024 год. В России, с учетом только того, что присутствует в Генбанке, он выявлен в Новосибирске в 2006, 2010 и 2012 годах, и в Свердловской области в 2023-2024 годах, а также в 2024 году в Хантавансийске. Мы провели филогенетический анализ участка соединения гена капсидного белка и полимеразы, доступных в настоящее время последовательности этого генотипа, и показали, что общий предок для данных штаммов существовал в 1990 году, а общий предок для той линии, к которой относятся современные норовирусы данного генотипа, существовал в 2008 году. В основании этой линии располагаются штаммы из Китая и Японии 2010 года. Результаты генотипирования норовирусов, получаемых нами на базе одного инфекционного стационара, мы пытаемся сопоставлять с данными существующих национальных и международных лабораторных сетей по наблюдению за циркуляцией норовирусов. Информация о некоторых из этих ресурсов доступна в онлайн-режиме. Так, например, сайт NorSive – это онлайн-источник относительно оперативной информации о генотиповой структуре норовирусных популяций. Это глобальная сеть эпиднадзора за штаммами норовирусов среди детей до 5 лет с острым гастроэнтеритом. Участники из 19 стран на 6 континентов загружают на сайт результаты секвенирования норовирусов, выявленных на своих территориях. И эти данные можно посмотреть в интерактивном режиме, выбрав страну, период наблюдения, возрастную категорию. Причем визуализируется для незарегистрированных пользователей только наиболее часто встречающиеся варианты. Если посмотреть суммарные данные за текущий эпидсезон, в котором в Нижнем Новгороде мы наблюдаем доминирование генотипа G2-7, P7, видно, что этот генотип появился в топ-списке глобальной сети пока с долей в спектре всего 2%. Вероятно, по мере поступлений новых последовательностей эта доля возрастет. Отмечу, что по данным Норосарф в мире продолжает доминировать генотип G2-4, P7, P16. Но в списке присутствует и вариант G2-4 Сан-Франциско, P31. Он появился еще в 2017 году и предполагается, что может стать новым эпидемическим вариантом генотипа G2-4. Мы пока на территории Нижнего Новгорода его не обнаружили. Таким образом, по данным многолетних наблюдений на территории Нижегородской области, установлено, что рота нора, адена и астровирусная инфекция составляет в сумме более 50% в фатологической структуре острых кишечных инфекций у детей. Рост частоты обнаружения норовирусов на территории Нижегородской области в разные эпидсезоны коррелировал со сменой эпидемических вариантов генотипа G2-4, с появлением норовирусов генотипа G2-4 с новым вариантом полимераза P16, а также с увеличением в спектре доли генотипов G2-3, P12 и G2-7, P7. Активизация циркуляции норовирусов не G2-4 генотипов носит кратковременный характер на фоне продолжающегося длительного доминирования генотипа G2-4 седней. Показана чувствительность мониторинга циркуляции норовирусов на базе одного детского инфекционного стационара, позволяющей зафиксировать мировые тенденции в генцеповой динамике норовирусных популяций, что определяет его значимость как компонента геномного эпидемиологического надзора за актуальными возбудителями инфекционных болезней. Благодарю за внимание.